За эти дни молодые люди посетили около десятка городов Смоленской и Калужской области. Среди них активисты, молодые парламентарии, преподаватели, студенты, все, кто имеет активную жизненную позицию. В велопробеге приняли участие и трое белорусов. Сейчас мы с россияниями, которые участвуют с нами в велопробеге, они достаточно дружелюбны и приятно общаться. В Десногорске велосипедисты посетили музей поискового движения, где директор Наталья Демьянова лично провела для них экскурсию по всем залам и рассказала о зарождении поискового движения в нашем городе, а также о боевых действиях во время Великой Отечественной войны на территории Росфельского района. Маршрут велопробега пролегал через Кордымово, Драгобуш, Угру, Юхнов и Спасдеменск. На протяжении всего пути активисты посещали памятники, музеи, храмы, а также распространяли символику Российской Федерации и участвовали в совместных мероприятиях. Руководитель международного молодежного велопробега от имени всех участников оставил в книге памяти благодарственную запись. У нас проходили митинги в местах захоронения воинов в павших годах Великой Отечественной войны. И помимо митингов, у вековечной памяти, помимо этого мы еще прибирались на этих захоронениях. Также мы экологический субботник на реке Угра провели. Потом с воспитанниками детской школы-интерната в Кордымово мы проводили встречу спортивную по игре в волейбол. Вот играли в Юхнове тоже с молодежью в волейбол поиграли. Вот к ордымовским детишкам там немножко спортинвентаря даже мы подарили в качестве такой небольшой помощи и памяти о нашем велопробеге. Затем гости отправились на прогулку по Десногорску. Свой визит они закончили на Кургане Славы, где состоялся краткий митинг и возложение венков. Очень приятно, что несмотря на все сложности, которые сегодня происходят, есть люди, которые верят в Россию, верят в флаг, верят в ее будущее. Спасибо вам большое за это. В следующем году десногорцы обязательно примут участие в этом велопробеге. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова